Вот в прошлый раз мы поговорили, чего хотели нацисты сотворить с Советским Союзом и с народами, населяющими Советский Союз. То есть, определились, что это была война на уничтожение, которую непрерывно пытаются сравнивать с тем, что происходило в Европе. Особенно прекрасны рассказы о том, как Париж сдали немцам, и никто не пострадал. А вот глупые русские держали Ленинград, получилась блокада, и это русские виноваты фактически в том, что там 600 тысяч человек умертвили, или миллион, неведомо сколько. Что же происходило в Западной Европе во времена прошлого объединения Евросоюза? На мой взгляд, здесь уместно следующее сравнение из недр европейской культуры романа Вальтера Скотта «Айвенга» и интересного советского фильма, где этот эпизод тоже есть. Если помните, начало этой саги происходит во время турнира в Ашбе, куда съезжаются знаменитые рыцари, и выбирая себе соперника и, скажем так, формат боя, они должны ударить либо острым концом копья, либо тупым в щит, который висит у входа на ресталище. И вот большинство рыцарей предпочитает сражаться не насмерть, и для этого бьет тупым концом копья, бьется с противниками и преспокойно уезжает с ресталища. И только главный герой, рыцарь, лишенный наследства, под маской которого скрывается Айвенга, бьет острым концом копья, чтобы сразиться со своим заклятым врагом Брианом де Буагильбером. Вот это вот хорошая метафора событий Второй мировой войны. Адольф Гитлер тупым концом своего тектонского копья ударил во французский, в европейский щит, предлагая им сразиться не насмерть, а повоевать по старому феодальному обычаю, так как воевала Европа во все предшествующие века. Ну, то есть, сойтись в некой спортивной схватке. Не насмерть друг друга убивать, а класс показать, да? Не всяких сомнений, у Гитлера существовали свои вполне прагматичные цели. У него была мечта, как вы верно заметили, об объединении Европы под властью Германии, конечно же. Но это была совсем не та война, которую он запланировал против Советского Союза. То есть, никакого очищения пространства от людей, никакой германизации земли, никакого завоевания немецким мечом для немецкого плуга в Европе не планировалось. И мы сейчас постараемся это доказать. Ну, во-первых, чисто военная составляющая. Если помните, я рассказывал о системе приказов, которая была издана перед и в первые месяцы войны против СССР. Все эти приказы фактически запрограммировали геноцид на территории Советского Союза. Они носили явный российский оттенок. Жизнь на Востоке не имеет никакой цены, культурные ценности на Востоке ничего не стоят. Ничего подобного в законотворчестве вермахта накануне войны против Европы мы не видим. Видим совершенно обратное. В войне на Западе вермахт руководствовался документом под названием «10 заповедей поведения войны немецким солдатам». Я позволю себе зачитать некоторые из этих заповедей. «Немецкий солдат воюет по-рыцарски за победу своего народа. Понятия немецкого солдата касательно чести и достоинства не допускают проявления зверства и жестокости. Запрещается убивать противника, который сдается в плен. Данное правило также распространяется на сдающихся в плен партизан или шпионов». Напомню, что это составляет разительный контраст по сравнению с приказами, которые предписывали убивать не только советских партизан, но и от 50 до 100, а по факту значительно больше мирных жителей, которые оказывали поддержку партизанам. Последние, речь идет о шпионах, получают справедливое наказание в судебном порядке. Опять же, разительный контраст с приказом о воинской подсудности в районе операции «Барбаросса». Запрещаются издевательства и оскорбления военнопленных. «Красный крест» является неприкосновенным. К раненому противнику необходимо относиться гуманным образом. Вот очень важный момент. Гражданское население неприкосновенно. Солдату запрещается заниматься грабежом или иными насильственными действиями. Исторические памятники, а также сооружения, служащие отправлению богослужений, здания, которые используются для культурных, научных и иных просветительски полезных целей, подлежат особой защите и уважению. Право давать рабочие и служебные поручения гражданскому населению принадлежит представителям руководящего состава. Последние издают соответствующие приказы. Выполнение работ и служебных поручений должно происходить на возмездной оплачиваемой основе. Прекрасно. Документ этот был составлен в духе прусской военной традиции. Всем международным законам соответствовал. И более того, нарушение изложенных в нем правил преследовалось крайне строго. То есть, война, которую вермахт стремился вести на Западе, была войной рыцарской. И Гитлер сам так ее называл. Когда в 1941 году он убеждал своих генералов вести против Советского Союза войну на уничтожение, он специально использовал термин «не рыцарская война». Он говорил о том, что на Востоке невозможно вести войну по правилам. Это война расовая, война идеологическая. Поэтому здесь мы должны быть беспощадными.